всем привет здравствуйте у меня попытка номер два выйти в эфир присоединяйтесь пожалуйста напишите видно ли слышно тема сегодняшнего эфира финишные покрытия мы сегодня делаем обзор по всем финишным покрытием которые представлены в нашей линейке у нас финиш достаточно много есть линейка финишных покрытий прозрачных которые несут непосредственно свою функцию защитного покрытия также в нашей линейке представлены финиши декоративными элементами так которые можно использовать в качестве дополнительного декора который можно использовать сочетание с дизайнами Которые наполняют и дополняют цветное покрытие Преимущественно, конечно же, это финиш с тем или иным резком Я сегодня их все покажу, расскажу о них Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно Чтобы я понимала и разворачивала камеру Уже непосредственно мы с вами по финишам разговаривали Сегодня у нас такой обзор в режиме диалога Задавайте свои вопросы Я, конечно, постараюсь на них на всех ответить Так, ну давайте разворачивать Так, финиш Конечно же, мы понимаем, что прежде всего финишное покрытие у нас несет защитную функцию Функцию защиты цвета Так, пока я не вижу, да, комментариев Функция защита цвета Защита скульптуры Это гелевое покрытие, гель-лаковое покрытие Финиши у нас могут быть более гибкими Подходящими под гель-лаковую систему Могут быть жесткими под жесткую систему С липким, без липкого слоя У каждого финиша в той или иной степени есть свои нюансы И сегодня я эти нюансы хотела бы с вами обсудить Так, ну первая финишная Кстати, Катя, у вас нет топа обычного Топ геля с липким слоем Катя любит у нас очень сильно его Я в меньшей степени им пользуюсь Я в каталоге показываю Сейчас мне его принесут вживую Топ гель Посмотрите, пожалуйста Я вот открыла каталог продукции Здесь можно увидеть и стоимость Хотя актуальную стоимость рекомендую вам Все-таки на сайте просматривать По каждому продукту По стоимости, по наличию, по объемам В которых продукт может быть представлен Топ гель Защитное покрытие с липким слоем То есть это тот топ, который имеет остаточную липкость Дисперсию, которую после процесса полимеризации Эту липкость мы убираем Рекомендации по просушке непосредственно на топа Две минуты мы сушим В момент просушки может быть индивидуальным Это может зависеть от лампы, которой вы пользуетесь Насколько она у вас более свежая, более новая Либо уже вы активно давно пользуетесь Девочки, наконец-таки, вижу комментарии Почему-то до этого они мне не отображались Так Ориентируемся на свою лампу Ориентируемся на то, насколько быстро она просушивает Минимальное время просушки 2 минуты И я всегда рекомендую Особенно это касается топов, которые имеют липкий слой Который нужно обезжиривать Я рекомендую досушивать их дополнительно Хотя бы минутку, можно 2 минуты досушить Но как бы пересушить топ невозможно Сделать хуже точно не получится Смотрите, какой нюанс Когда мы снимаем липкий слой Если топ недосушен, на финишном покрытии могут на глянцевом Это очень может хорошо быть видно Могут появляться некоторые участки Такие островки, легкие замутнения на поверхности Нам, конечно, это ни к чему Нам нужно, чтобы у нас было качественное, красивое Стойкое глянцевое покрытие Поэтому после просушки, после дополнительной досушки материала И перед обезжириванием я рекомендую Добрый день, добрый кто присоединяется Я рекомендую обязательно дать поверхности остыть То есть не так, чтобы вы достали из лампы ногти горячие Горячие, вы их там 4 минуты сушили Очень активно и сразу стали обезжиривать Обязательно остудите топ Дайте некоторое время, чтобы ноготочки остыли И после этого снимайте липкий слой И в таком случае, это касается всех топов с липким слоем В таком случае покрытие будет замечательным, прекрасным Абсолютно глянцевым по всей поверхности Да, добрый день Те, кто присоединяется Сейчас вот девочки начали активно еще присоединяться Сегодня у нас тема это финишные покрытия Спасибо, Эленка Финишные покрытия Все, которые представлены в нашей линейке И первый топ, о котором я сейчас рассказывала Он называется топ гель Топ предназначен для финиша Топ прозрачный Имеет глянцевый блеск Имеет остаточную липкость Которую после процесса полимеризации нужно снимать То есть ногти нужно обезжиривать Топ гель И, кстати, к слову сказать Я хотела бы отметить, что это топ более гибкий И в большей степени он подойдет для гель-лакового укрепления Так как гель-лак это система гибкая, амортизирующая Гель-лак гнется вместе со своим натуральным ногтем И этот топ, он как раз таки вот имеет эти амортизирующие свойства И он не будет трескаться, не будет лопаться на поверхности Здравствуйте По объему я вам отвечу на ваш вопрос попозже Хорошо? Что касается прайм-топа Так Это был у нас топ гель Хотя, смотрите, у меня сейчас как раз таки каталок под рукой Идем по линейке По ряду нашего топа Смотрим Прайм-топ Объем 30 мл Да, самый большой объем у нас 30 мл Далее, следующий топ, о котором я хотела бы сказать Это топ Текласс Куда он делся? Топ Текласс Я думаю, что это один из самых любимых топов у мастеров Во-первых, он имеет красивый стойкий глянцевый блеск Во-вторых, он очень хорош своей многофункциональностью Мы очень часто активно его используем для дизайнов На него крепятся шермиконы Шермиконы им же перекрываются Так как дизайн мы делаем достаточно активно Этот топ не имеет липкого слоя И позволяет уже в свою остаточную вот эту вот липкость Он такой как бы прирезиненный немножко И в него очень хорошо и качественно втираются втирки, русалки, различные зеркальные элементы То есть получается очень красиво Не требует какого-то еще дополнительного использовать материала То есть Текласс посушили две минутки, втерли И им же можно перекрывать Можно ли топ-гель использовать вместо слайдер топа? Катя, используете топ-гель вместо слайдер топа? Под декорацией К слайдеру, да, к слайдеру сейчас подойдем Я расскажу Да, Текласс нужен всегда подо все С вами согласны То есть это вот универсальный топ Такой палочка-выручалочка Можно на гель использовать На гель-лак С стирками, с пигментами То есть вообще прекрасно и замечательно Следующий топ в нашей линейке Это как раз таки слайдер топ Да, вот потихонечку уже начинают вопросы задавать Слайдер топ Что это такое? Вообще изначально, да, вот много лет назад Когда создавалась, только прорабатывалась И начала создаваться линейка гель-лаков Слайдер топ относился к системе Easy Sock Off Это система легкосъемная То есть гель-лаковая система, вот наша обычная В которой относятся все базы гель-лаковые Эта система называется Sock Off То есть это означает, что эта система Растворимая ацетона с содержащими жидкостями Но ранее самой первой системой Которая была еще, скажем так Активно использовалась для клиентов Которые сами себе делают маникюр У нас эта линейка называлась Easy Sock Off То есть это система легкосъемная Которая легко растворяется Здесь другая формула И вот в процессе, скажем так, тестирования В процессе работы мы пришли к выводу Что все-таки слайдер топ Он самый лучший Сам лучше всего дружит Лучше всего по составу Он подходит именно к тому, чтобы на него фиксировать слайдеры Что такое слайдер? Ну, по факту это лаковый накат Такой цветной лаковый накат На некой основе И вот как раз-таки топ-слайдер Он очень хорошо пропитывает Эту лаковую пленочку Он качественно ее фиксирует И, соответственно, декорации Держатся на поверхности очень качественно Поэтому именно для декорации Мы рекомендуем использовать слайдер топ То есть без него будет гораздо сложнее Выполнить такой качественно Качественно хороший дизайн С гарантией, что клиент ваш проходит Слайдер топ имеет липкий слой Его можно использовать в качестве просто финишного покрытия Но вы должны понимать, что у него структура То есть он более мягкий Он более гибкий И вы должны понимать, что можно использовать в качестве финиша Но, конечно же, все ногти нужно будет дополнительно просушить И поверхность потом обезжирить То есть убрать липкий слой Для дизайнов и для самостоятельного финишного покрытия Также он подойдет Далее Следующий вариант Тоже один из моих любимчиков Это топ-ультрашайн Ультрашайн топ-гель Который предназначен для гелевого укрепления То есть этот топ предназначен для перекрытия гелевого моделирования Гелевое моделирование Там, например, работа с акригелем То есть твердые гелевые системы Мы рекомендуем перекрывать топом ультрашайн Это самый жесткий, стекловидный и максимально блестящий топ В нашей линейке Он не впитывает в себя какие-то посторонние цвета Очень имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям То есть прекрасно стоит, прекрасно держится от коррекции до коррекции Тоже такой сохраняет эстетический вид Ногти долго выглядят опрятными Блестящими И производят впечатление свежего маникюра Даже если там прошло уже 2,5-3 недели и так далее И он, конечно, очень устойчив именно к механическим нагрузкам, зацарапываниям Потому что требования у клиентов разные Например, топ теклос, он пористый Он для гелаковой системы, он более гибкий, он более мягкий Он устойчив к механическим нагрузкам Но опять-таки, если мы очень активно его эксплуатируем Что-то делаем руками и будем царапать Он, конечно же, зацарапается С ультрашайном Такой истории не будет происходить Момент учитывайте такой Ультрашайн не имеет липкого слоя То есть покрыли, посушили, все И клиента отпустили Обезжиривать ничего не нужно Но за счет того, что он вот такой стекловидный За счет того, что он жесткий Если у вас у клиента гель-лаковое укрепление И гель-лаковое укрепление очень тонкое На очень тонких, на мягких ногтях То есть свои ноготки у клиента гнутся То ультрашайн в зоне свободного края Вот именно при нагрузке на свободный край Он может дать трещинки Поэтому наносим его либо на гелевую систему Либо на очень хорошо и качественно укрепленную поверхность С гель-лаковым покрытием Также ультрашайн не любит, когда его покрывают Слоя на слой сам на себя То есть вот, например, если текласс мы возьмем Мы ноготок перекрыли теклассом, прикрепили шармикон и перекрыли сверху теклассом И все будет идеально держаться Ультрашайн сам с себя второй слой будет скалываться То есть это топ, который нужно наносить только в один слой Нанесли финиш и все, и забыли Так, далее Также в нашей линейке представлен вельвет топ Это топ, который имеет функцию защиты, конечно же И визуально придает ногтям матовый эффект То есть ногти становятся матовыми Топ Девочки, простите мне тут, что свет Топ не имеет липкого слоя То есть обезжиривать его не нужно Дисперсию снимать не нужно Есть мастера, которые любят матовый топ Для более стойкого Скажем так, для более стойкой носки Когда очень сильно активно пользуются Нагрузка идет сильная на ногти Покрывать слайдер топ А сверху топ вельвет Ну вот кто-то это, знаете, на любителя Я никогда слои на слои не покрываю Сразу выполняю покрытие на цвет И все отлично, прекрасно носится Топ вельвет Еще под топу вельвету Бывает такая история Когда цветное покрытие Гель-лаки же тоже дисперсию у нас имеют Есть гель-лаки с более активной дисперсией Есть менее активной И если вот гель-лак такой Сильно жирной дисперсией То его лучше обезжирить А потом топ вельвет наносить Потому что когда вы наносите топ вельвет На сильно жирную дисперсию Особенно если начинаете выравнивать Или наносите тоненько На вельветовом топе могут потом После полимеризации Такие небольшие, знаете, как Не совсем матовые полосы Или какие-то разводы появляться То есть если вы такую ситуацию увидели И с таким встретились То имейте ввиду Что это может быть От избыточной дисперсии Предыдущего покрытия В остальном Прекрасный, великолепный топ Рекомендую Так, следующий вариант Это Prime Top Prime Top Принципиально отличается От всех остальных топов Своей густотой Плотностью нанесения То есть когда у нас топ жидкий Да, когда Ну, например, ультрашайн тот же самый Он такой жиденький Он сразу ложится тоненьким слоем То Prime Top Это топ густой Который сразу ляжет Таким хорошим Достаточно толстым слоем Вот я на кисточку наберу Да, видно капельку Что он не стекает То есть он достаточно густой Создан он и предназначен Он прежде всего Для перекрытия объемных дизайнов То есть когда у вас там Нылкрусты 5D Когда у вас дизайны С элементами стекла Либо какие-то инкрустации То есть вот как раз таки Prime Top Он предназначен для перекрытия И дополнительной фиксации Этих дизайнов И еще момент В котором можно использовать Prime Top Это когда есть какие-то Недочеты в моделировании То есть когда изначально мастеры Упустил какие-то моменты При выстраивании архитектуры При выравнивании Где-то есть какие-то ямки Покрыли цветом Особенно когда светлым цветом Мы покрываем То мы начинаем видеть Вот эти изъяны Которые могли бы произойти В процессе моделирования Вот как раз таки Prime Top За счет своей плотности За счет Скажем так Высоты стояния Своей капли Толщины Он все эти Недочеты Может исправить Очень удобен Стойкий В работе Нравится Единственный момент Я не рекомендую вам Prime Top Наносить на Классический Черный цвет То есть при нанесении На черный При перекрытии Черного цвета Ваш клиент Выйдет на улицу И увидит Что ногти у него Стали не черные А такие И синий-черные То есть они будут Синим отливом Черный цвет Начинает уходить В синий Это может быть Не видно В помещении Это может быть Не видно При искусственном освещении Но при естественном освещении Например на улице Ногти начнут уходить В синий цвет Отдавать Синевой Поэтому с черным Будьте аккуратны Такой нюанс Конечно же Должны Обязательно Вы знать Так Ну что Мы с вами Обсудили Прозрачные Топы Которые в нашей Линейке Представлены Время полимеризации Еще раз С финишными покрытиями Знаете С финишными покрытиями Не шутят Поэтому я рекомендую Две минуты У всех топов Две минуты Для просушки Мы даем Но обязательно Дополнительно Пожалуйста Просушивайте Досушивайте Особенно Если вы знаете Что у вашей лампы Уже не очень мощные Лампочки Да То есть Или например Долго она эксплуатируется Поэтому этот момент Прошу Обращать на него Внимание Далее Мы переходим К красоте Я сделала Вот такую Красивую Выкраску Выкраску Сделала На черном Цвете Для понимания Здесь Представлены Наши Цветные Топы Все топы Которые имеют Декоративные Элементы В своей В своем Составе Эти декоративные Элементы Могут быть Совсем Мелкими Такими Перламутровыми Более Крупными Более Ярко Выраженными То есть Вот Такой Вот такая Выкраска Сейчас Я про Все Про эти Топы Расскажу Сразу Хотела бы Сказать Что Топы В составе Которых Есть Декоративные Элементы Они Все Не имеют Литкого Слоя То есть Без Литкого Слоя Обезжиривать Их Не Нужно Так Ну что Первый Первый Топ О котором Хотелось бы Поближе Рассказать Это Топ Мелоди Топ Финишное Покрытие Без Литкого Слоя С Очень Красивым Перламутром Внутри То есть Это Неявно Выраженный Шиммер Это Не Какие Крупные Элементы Это Вот Такой Перламутр В составе Он Придает Очень Красивые Оттенки Гель Лаком Либо Цветным Покрытием Которые Не имеют В составе Каких Декораций То есть Чистый Цвет Любой Вы Можете Придать Ему Вот Такой Красивый Красивый Оттенок Я Специально Сделала Выкраску На Черном Для Того Чтобы У нас Был Такой Диапазон От Максимально Темных До Самых Светлых Потому Что Вы Должны Понимать Что На Разных Оттенках На Разных Цветах Финишное Покрытие Может Заиграть Разными Красками Выглядеть Совершенно По-разному Вот К примеру Значит У нас Топ Мелоди Выкраска На Черном И Здесь Я Сделала Выкраску На Белом Посмотрите Ну Во-первых Телефон Не Очень Передает Я Сейчас Постараюсь Фокус То есть На Белом Фоне На Белом Фоне Получается Такой Легкий Легкий Какой-то Мерцающий Где-то В глубине Сияющий Очень Очень Незначительная Розовинка Ну То есть Понимаем Да Что Если Мы Нанесем На Какой-то Промежуточный Цвет Между Черным И Белым Ну Например На Сером Мы Получим Более Активный Розовый Пигмент На Зеленом Может Быть Заиграть Видно Что Здесь Есть Вкрапления Такие Мелкие Зеленые Будет Немножечко Другой Оттенок Поэтому На Допустим Цвета Которые Особо Любят Ваши Клиенты Можете На Самые Популярные Цвета В вашем Вашем Салоне Вашем Кабинете На Самые Популярные Цвета Можно Сделать Выкраску И Клиентам Предлагать Чтобы Они Понимали Какой Будет Конечный Результат И Как Финишное Покрытие Будет Выглядеть На Том Или Ином Оттенке Это У нас Топ Мэзи Очень Красивый Замечательный Такой Легкий Романтичный Следующий Топ Это Драматик Топ Посмотрите Топ Драматик Здесь Уже Представлена Более Активная Такая Декорация Внутри То есть Здесь Есть Элементы Более Крупные Вот Когда Он На Черном Оттенке То Мы Понимаем Что У нас Преимущественно Здесь Ну Все Таки Какие-то Розовые Фиолетовые Нотки Есть Небольшое Мерцание Синего И Когда Мы Смотрим На Него На Белом На Чистом Белом То Здесь У нас Появляется То Видите Даже Совсем Тон Другой Как будто Это Совершенно Другой Топ То Здесь Уже Идет Голубой Берюза Зеленый Совсем Другими Красками Играет Топ Хотя Это Абсолютно Один И тот Же Абсолютно Одно И то Же Финишное Покрытие Но На Разных Оттенках Оно Смотрится По-разному Видите Это Ввиду Драматик Топ С более Активным С более Крупным Клиентам Которые Любят Более Яркий Вариант Очень Подойдет Далее Следующий Топ Которым Я хочу Сказать Это Сильвер Дроп Это Топ Скажем Так Совсем Другого Направления Уходим От Романтизма Здесь Такие Четко Мелко Нарезанные Катя Любит Называть Ракушкой Четко Мелко Нарезанные Элементы Треугольнички Квадратики Такие Ну Скажем Так Не Одинаковых Размерах Разного Формата Очень Хорошо Он Смотрится Так же На Белом Но На Белом У нас Открывается Уже Другое То Здесь Более Активное Серебро С Переливом Этот Перелив Читается Его Видно То Тоже Вот Имейте Ввиду Что Касается Декоративных Элементов Внутри Посмотрите До Этого Два Топа Которые Мы С Вами Рассмотрели У У них Более Мелкий Шиммер А Здесь Прям Кусочки Он Хорошо Ложится Он Хорошо Самовыравнивается Но Вы Должны Понимать Что Есть Внутри Да Видно На Кисточке Что В общем То Ничего Не Торчит Но Есть Внутри Элементы Декоративные Если Вам Хочется Наполнить Где-то Больше Под Кутикулу Или По Краям Я Обычно Беру Линеарную Кисточку И Просто Линеарную Кисточкой Подвигаю Элементы В ту Зону Которая Мне Необходима Сильвер Дроп Топ Также Без Липкого Слоя Далее Следующий Топ С эффектом Такого Светоотражающая История У нас Здесь Чистое Хорошее Красивое Имеет Красивый Блеск При Искусственном Освещении Он Блестит Мерцает Очень Красиво Такой Чистый Серебряный Оттенок На разных Цветах На разных Подложках Тоже Будет Немножечко Разными В разной Вариации На белом Вот так Смотрится Видите Тут Больше Как-то Активнее Светоотражайка Становится На белом Фоне Ну Мы четко Видим Что Здесь Вот прям Серебро Серебро Так Этот Топ Называется Скандиум Также Время Полимеризации Две Минуты Следующий Топ Топ Шампань Название Так Говорит Само За себя Мы Понимаем Что Здесь Такие Легкие Золотые Элементы Золото Не Желтое Золото Не Темное Я бы Сказала Что Это Светлое Золото Нет Явного Акцента Такого Золотого Золотого Секунду Вот Так Он Смотрится На Кисточке Такое Светлое Золото На мой Взгляд На Белом Фоне На Белом Фоне Вот Такой Вариант Вот Такой Оттенок Приобретает То есть Мы Понимаем Что При Нанесении На Белый Цвет У Нас Топ Скандиум Уводит В Холодный Оттенок А Топ Шампань Естественно Он У нас Уйдет В Более Теплый Оттенок У нас Золотого Цвета Декоративный Представленный Элемент Это Все Топы Которые У нас Есть Вы Можете Все Посмотреть Приобрести Их На Сайте На Нашем Также У Представителей Ваших По Регионам Это Что Касается Того Что Есть Но Мне Еще Хотелось Бы Сказать О Новинках Которые Предстоят В Ближайшем Будущем У нас Выйдет Уже Вот Буквально 26 Числа Должен У нас Выйти Топ Топ Называется Дрегон Скин Можно Просто Между Собой Дракончиком Мило Называем Я Хотела Я Сейчас Сделать Именно Выкраску И Показать Вам Как Он Выглядит Волшебный Великолепный Прекрасный Топ Дрегон Скин Матовый Топ С декоративными Элементами Внутри Очень Красивый Я Прям Рекомендую То есть Это Такая Необычная История Не Классического Просто Матового Покрытия Такой Очень Интересный Эффект Приобретает Сейчас Мы С вами Покроем Типсы Я Также Хочу Вам Показать На Черном И На Белом Фон В Качестве Белого Использую Белый Лотос 01 Цвет Он У нас Очень Плотный Очень Укрывистый Можно Вообще В один Слой Покрывать Прекрасно Перекрывает Это Белый Вариант И Также Я Хотела Бы Сделать Выкраску Нового Топа На Черном Фоне Также Диапазон Будет Понятен Мы Уже Сделали Все Контентные Съемки Было Очень Красиво Потрясающе Красивый Дизайн Поэтому Я думаю Что В скором Времени Вы Увидите Эту Новинку И В Исполнении С Дизайном Интересный Продукт Очень Интересный Для Тех Кто Делает Дизайн И не Делает Его В том Числе То Тут Конечно Он Сам По Себе Роскошный Но И С Дизайнами Тоже Будет Замечательно Черный В качестве Подложки Я Использую 30 Номер 30 Цвет Тоже Очень Плотный В один Слой Ложится Можно Не Перекрывать Вторым Ну И Пока Черный Подсыхает Я Сделаю Выкраску Наделом Вот Такой Наконец Таки Открываю Такой Красивый Посмотрите Просто Роскошный С Очень Красивым С Очень Дорогим Шиммером Внутри Смотрится Потрясающе Красиво Благородно И вот Именно Матовый Эффект Придаёт Ему Такой Особый Шарм Как В любом Топе Если Вы хотите Чтобы У вас Поверхность Была Более Активно Украшена Декоративными Элементами То На Непросушенный Слой Добавьте Вот Ещё Раз И Разнесите По Поверхности На Белом Фоне Отправляю На Просушку И Сейчас Выполню Нанесение На Чёрном Фоне Просто Роскошно Посмотрите Какая Красота На Тёмных На Светлых На Серых На Розовых То Понимаем Что Разная Подложка Будет Давать Немножко Разный Цветовой Эффект По Насыщенности Регулируйте Конечно же Толщиной Нанесения Видно Сразу Такой Блик На Ложке Видно Что Декоративные Элементы Утопают Они Не Выпирают На Поверхность Не Выходят Наша Новинка Dragon Skin Матовый Топ И Сейчас Покажу Вам Буквально 30 Секундочек Я Покажу Результат Как Он Выглядит В Матовом Варианте Уже После Просушки Когда Он Становится Матовый Липкий Сло Снимать Не Нужно Нет В этом Необходимости Он Без Липкого Слоя 30 Секунд Прошло Для Просушки На Клиенте Этого Недостаточно Но Для Того Чтобы Посмотреть Эффект Просто Восхитительный Вот Он Такой Бархатистый Он Такой Глубину Такой Особый Шарм Придает Декоративным Элементам Которые Внутри Именно То Что Топ Этот Матовый Потрясающе Красивый Накидайте Пожалуйста Сердечек Огоньков На белом Почти не видно Ну Во-первых У нас Искажается Качество В эфире Фокус На самом деле Видно Очень Он Красивый Он Такой Ненавязчивый Он Переливается Да Видно Мерцает Очень Красиво Мне Нравится И на белом Тут Для Клиентов Для Разных Кто-то Хочет Активного Такого Скажем Так Какого-то Эффекта Чтобы Выделяться Чтоб Это Было Видно А Кто-то Хочет Просто Нежного Легкого Вообще Потрясающе Красиво Я В восторге От Того Просто В восторге Вот Да На зеленом Получится Кожа Дракона Тут Я же Говорю Что Его Будет Очень Классно И С Дизайнами Сочетать Очень Красивый Вот Такой Матовый С Декоративными Элементами Внутри Который Просто Прекрасно Дополнит Нашу Линейку Топов С Различными Эффектами Очень Красиво И Еще Одна Новинка Которая Хотелось Бы Сказать Очень Долго Мы Прорабатывали Новинка Это Выпущено По Мотивам Цветов И Оттенков Коллекции Нюд Стайл То есть Таких Нюдовых 252 С 249 По 252 Цвет Они Очень Популярные Они Вообще Просто В топе Востребованы Их Очень Любят Клиенты И Мастера И По Мотивам Этих Оттенков Мы Выпустили Новую Коллекцию Цветных Топов То есть Это Топ Который Предназначен Для того Чтобы Сократить Время Мастера В работе Для того Чтобы Исключить Этап Цветного Покрытия Для Французского Маникюра Я вам Прямо Сейчас Акцент Ставлю На Французском Маникюре Потому Что Екатерина Мирошниченко Абсолютно Убеждена Руководствуется Только Ее Мнением Вот Она Убеждена В том Что Эти Топ Катя Это Сейчас Был Сарказм От Юли Покажи Людям Французский Маникюр Я Покажу Сейчас Людям Французский Маникюр Я Ему Выкраску Не Показала Катю Девочки Ну Вот Видите Сколько Людей Столько Мнений У нас Мы Все Такие Разные Но Я Абсолютно Уверена Что Клиентам Вот Эта Нюдовая Прекрасная Волшебная Нюдовая История Очень Очень Понравится Это Такая База Нюдовых Оттенков Мы Понимаем Что Это Топ Что Это Покрытие Финишное Что Оно Полупрозрачное И Вот В этом Кайф Такой Знаете Легкий Флер То есть Легкий Легкий Оттенок Когда Клиент Говорит Что Я хочу Максимально Нежно Максимально Натурально Чем Нибудь Полупрозрачненьким Там Бежевеньким Молочный Просто Обожают Я уверена Что Молочный Зайдет Молочный Понравится Вот Такой Красивый Молочный Оттенок Далее Второй Цвет У нас Розовый Такой Молочно Розовый С Нотками Здесь Прям Такая База Очень Сильно Похож На Наши Софты То есть Софт Пинк То есть Такой Легкий Камуфляж Когда Вы Сделали Клиенту Геллаковое Укрепление Прозрачной Базой И Сверху Перекрыли Легеньким Легеньким Таким С эффектом Камуфляжа Финишным Покрытием Оно Глянцевое Оно Не имеет Липкого Слоя Очень Хорошо Стоит Очень Хорошо Держится Так Эти Топы Выходят В тренд Гелевых Голых Ногтей Да Ну Кстати Голые Ногти О которых Катя Вчера Рассказывала Да Эфир Проводила Можно Тоже Эту Историю Перекрывать Но Учитывайте Что Конечно Пигментация Здесь Все равно Присутствует То есть Этот Финиш С Полупрозрачным С полупрозрачным Эффектом Сейчас Не на Краски На кисти Покажу Красивый Чистый Очень Чистый Молочный Оттенок Такой Холодный Молочный Без Желтинки Очень Красивый Оттенок Молочно Но С розовинком Молочно Розовый Далее Оттенок Который Просто Идеально У нас Подойдет Под Цвет Камуфляжа То есть Как будто Это Камуфляж Ну Вот Прям Идеальная База На мой Взгляд И Следующий Оттенок Красивый Такой Фиолетовый Тоже Очень Нежный В предыдущем Эфире В инстаграм Я проводила Сделала Один А Я его Не обезжирила Сейчас Девочки Секунду Сейчас Мы Сделаем Френч Потому Что Я думаю Что Будут Клиенты Которым Понравится Вариант Френча Перекрытый У меня Есть Типса В предыдущем Эфире Я Рисовала И Сейчас Просто На выкраску Покажу Как это На типсе Будет Выглядеть Если Вы хотите Чтобы У вас Французский Маникюр В зоне Свободного Края Остался Белым Не утратил Свой Оттенок То Здесь Конечно Будет Красиво Перекрыть Молочным Топом Молочным Топом Топ Очень Хорошо Поддается Выравниванию То есть Он Хорошо Выравнивается Он Хорошо Моделируется Можно Поставить Капельку Выравнить Можно Нанести Максимально Тонко Как И Любое Скажем Так Покрытие С Таким Эффектом Полупрозрачным Имеющим В своем составе Пигмент Молочно Понимаете Да Чтобы Не полосила Нанесли Слой Хотя Вот Я Абсолютно Не давила Ни капельку Не ставила Ничего Особенного Не делала И Полосочек Никаких В конце Февраля 28 Числа Также Будут Красивые Контентные Фотографии Много Мы с ним Работали В процессе Тестирования Я тоже С этим Топом Ходила Я Вот Этот Оттенок Носила Очень Мне Понравился Такой Он Молочный Но При этом Имеет Такую Легкую Легкую Розовинку Очень Нежно Смотрится Очень Вообще Натурально Красиво И Блеск Сохраняется Сохраняется То есть Это В чистом Виде Красивое Финишное Покрытие С хорошим Стойким Блеском Второй Вариант Молочный С розовым Оттенком Да Здесь Мы У нас Тоже Приобретет Некоторый Оттенок То есть Он Будет Уже Не Кипельно Белым А с Легким С Легким Таким Розоватым Оттенком Тоже Такая Тенденция Очень Красиво Будет Смотреться По Насыщенности По Плотности Регулируйте Толщиной Далее Я Все Выкрашу Вам Сейчас На Френчик Чтобы Вы Понимали Как Все Они Смотрятся И Напишите Пожалуйста В комментариях Еще Хотела Бы Такую Обратную Связь От Вас Получить Хотелось Ли Чтобы Топы Были Каких Иных Цветов Более Ярких Более Темных Но При Этом Понимаем Что Топ Это Покрытие Полупрозрачное Не Плотно Пигментированное А Полупрозрачное Хотелось Чтобы Топы Были Других Цветов Такую Обратную Связь Пожалуйста Поделитесь Вот Такой Покрытие И Четвертый Сейчас Покажу С Такими Нотками Фиолетового Оттенка Тоже Красивый Полупрозрачный Наносим Распределяем По Поверхности Естественно Да Понимаем Что Меняется У нас Линия Улыбки То Есть Наш Френч Тоже Приобретает Оттенок Это Тоже Красиво Смотрится Очень Хочется Черный Топ И Акригель Я вас Услышала Мне Тоже Хочется Черный Топ И Мы Над Этим Работаем Вот Потому Что Эффект Черного Топа Знать Это По Мотивам Я Очень Любила Это Много Много Лет Назад Были Тенденции Когда Мы Просто Брали Черный Цвет Смешивали Его Смешивали Его С Теклосом И Наносили Такой Полупрозрачный Черный На Поверхность Ногтевой Пластины Поэтому Я Тоже Топлю За Черный Топ И Вот Такой Красивый Очень Красивый Эффект Это Наши Новинки Ожидается Выход По Дрегон Скин У нас Ожидается Выход 26 Числа И По Колорам То есть По Цветным Выход Ожидается 28 Числа Так что Следите За Последними Новостями И Я уверена Что сейчас В лето Это вообще Прямо Будет Огонь Очень Красиво Так Ну что Показала Рассказала Я Надеюсь Что эфир Был для вас Полезным Вопросы Если остались Девчонки Давайте Пока я тут Закручиваю Можете Понакидать Вопросиков Поболтаем Если вопросов Нет То Можем Встретиться В комментариях Вдруг Они у вас Возникнут Уже Посредственно Походу Так Прекрасные Новые Топы Четыре Новых Оттенка В вариациях Такой Нюдовой Классики По мотивам Нюд Стайла Также Наша Линейка Топов С декоративными Эффектами С различными Эффектами И плюс Пусть Потрясающий Новый Дрэгон Скин Ожидаем Выход Его И Наша Бессменная Классика Классика Прозрачные Топы Которые Помогают Нам В нашей Работе С дизайнами Без дизайна С стирками Без стирек Ну то есть На различные Варианты И вам Спасибо Девочки Тоже Спасибо Большое За Внимание Спасибо За эфир Ну и Я думаю Что До новых Встреч Вопросы Останутся В комментариях Обязательно Вам Ответим Всем Творческих Успехов И Хорошего Дня Всем Спасибо Пока Пока